В техникуме коммерции сегодня дегустация и презентация. Обещают кормить блинами и показать идеи самых вкусных коктейлей. Сначала все в бар. Так называется лаборатория, где студенты учатся готовить напитки. Сейчас есть классический рецепт, который я сегодня покажу на мороженое, на молоке и на основном печенье. То есть из-за такого хайпа, можно так сказать, оно получило такую популярность и является у нас сейчас в Приднестровье как бы большой популярностью. То есть дети его обожают и для украшения мы используем печенье, которое можно будет в конце съесть. Речь идет о самом популярном сейчас милкшейке Орео. Сергей такие смешивает на работе каждый день по 20 бокалов, а научился тут в техникуме. Я работаю с первого курса, я практикую, я работаю официантом, но практикую и коктейли за баром тоже. Ага. Какие самые вкусные коктейли посоветуете? По совету коктейль слабоалкогольная руба на соке манго и алкогольным коктейлем оливу. На занятиях все коктейли безалкогольные, но пробовать все равно нельзя. Если очень хочется, то зовут сюда учиться. Я бы хотела быть барменом. Мне больше нравится профессия бармена, более интересная. Школьники в техникум пожаловали для ознакомления с учебным заведением. Это фестиваль в мире профессий, где можно попробовать жизнь повара на вкус, причем в прямом смысле. Кто хочет попробовать, повторить сейчас, закрутить блинчики и, конечно же, их скушать, подходите по одному, вставайте к досточке и сейчас каждый будет вам рассказывать. Какая самая лучшая начинка для блинов? Бананы. Почему? Потому что я люблю бананы. С чем можно сочетать бананы? С возвращенкой. Я уже готовила так. Это девятые классы, и многие пока еще понятия не имеют, как будут зарабатывать на жизнь и где учиться. А такие фестивали немного проясняют картину. А можно просто съесть его? Нет, просто нельзя. Какая начинка самая вкусная? Допустим, этот. Вишня? Да. А ты где учишься? В 16-й школе. А что, пришел сюда? Пригласили. Так, интересно или просто дегустация вкусная? Пока интересно. Ага. А куда поступать решил? Еще пока не выбрал. А вот выставка блинов от студентов. Ну и накрутили они тут. Оказывается, в блинчик можно завернуть все, от селедки до малины. А вот у девушки получается хорошо. По крайней мере, видно, что она не один раз. Смотрите, теперь вот этот краешек. Так, именно первый раз. Куда поступать собираешься? Куда? Баграммно-технический. Почему такой выбор? Другой степень. Хочу пойти на ветеринаров. Тех, кто не определился в старших классах, всегда много. Но есть лайфхак. Посещайте дни открытых дверей. Не попробуешь – не определишься. Марафоны по профессии для того и существуют. Вот, сама была такой, я сделала бы такое. Тяжело? Главное – желание. Главное – желание. А так, если честно, вообще не тяжело. Если есть энтузиазм, если есть желание что-то делать, что-то изучать, то вообще без проблем. Что можете сделать? Это не тяжело, правда. Почему всегда приучили? Потому что мне нравится очень художник. Где-то работаете уже? Пока нет, но уже есть предприятия, которые я присматриваю. Это какая область примерно хотя бы? Получается, это больше связано с японской кухней. Весной во многих учебных заведениях будут проходить дни открытых дверей. И в техникуме коммерции они тоже будут. Тогда-то и можно будет определиться с будущей профессией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова